Привет! Меня зовут Оля Ромашова. Вы смотрите рубрику «Полицейки» на YouTube-канале «Медиазоны». Сегодня наш герой – таксист из Комсомольска-на-Амуре Владимир Золотарев. В начале войны он в знак протеста спалил крыльцо здания Росгвардии. Чтобы это сделать, он сбежал из-под домашнего ареста, где сидел за драку с полицейскими. За поджог ему дали в 18 лет заключения. Но давайте обо всем по порядку. Я все расскажу, а вы пока поставьте лайк и подпишитесь на канал. Золотарев жил с пожилой матерью, таксовал на своей Toyota Prius и так зарабатывал на жизнь. Он давно развелся с женой, есть взрослый сын призывного возраста. Но они мало общались. До войны Золотарев ходил на митинги, организованные сторонниками Навального. Сестра Золотарева Анна описывала его как доброго и отзывчивого, но очень замкнутого человека. Он никогда не жаловался, все держал в себе, а когда началась война, запил. Золотарев переживал, что в Украине умирают невинные люди, а сына могут забрать на войну. Он пил один, каждый день читал новости, и ему становилось все хуже. 12 марта, по словам Золотарева, он решил уехать пожить в лес, чтобы отвлечься от новостей. Анна называла его опытным туристом. Он купил несколько канистр бензина, монтировку и алкоголь. До леса Золотарев не доехал, потому что его остановили гаишники. Они заметили, что водитель пьян. Он едва стоял на ногах. Его усадили на задние сидения служебной машины, чтобы оформить протокол. Рядом сел старший лейтенант Копытков, впереди старший лейтенант Фельдман. В какой-то момент Золотарев решил выйти. Началась потасовка. Копытков схватил нарушителя за руки. Фельдман вышел из машины, чтобы помочь коллеге. Наклонился над Золотаревым и получил удар лбом в нос. Гаишники кое-как заковали его в наручники. Золотарев вроде как успокоился, но ненадолго. В деле есть расшифровка его разговора с полицейскими. В машине велась видеозапись. Он называл Путина мразью и гандоном. Желал ему сдохнуть. Стыдил полицейских за службу. Говорил, что в Украине гибнут дети. Он быстро распалился и в какой-то момент сказал, что хотел бы взорвать всех людей в погонах. У него и бензин в машине для этого есть. Потом немного поправил себя. Сказал, что планировал ночью поджечь здание ФСБ, полиции и Росгвардии. Еще он упрашивал гаишников застрелить его, называя это прикольной темой. Вся эта ругань перемежалась с просьбами дать воды и жалобами на плохое самочувствие. Очевидно, что в тот день Золотареву было очень нехорошо. Позже он настаивал, что тогда это была просто пьяная болтовня и ничего он поджигать не планировал. Бензин ему нужен был для заправки машины, а монтировка, чтобы рубить ветки деревьев. Тогда на Золотарева завели только дело о нападении на полицейского. Его отправили под домашний арест, а вдобавок за пьянку отобрали права. Таксовать и зарабатывать на жизнь он больше не мог. Спустя три месяца Золотарев действительно поджег Росгвардию. Вечером 3 июня он сходил на заправку возле дома, купил канистру бензина и пришел к отделу Росгвардии. Он поднялся на крыльцо и подергал ручку двери. Хотел убедиться, что внутри никого нет и люди не пострадают. Было 7 вечера, рабочий день уже закончился. В здании находились вахтерши и двое дежурных, но Золотарев об этом не знал. Он разлил бензин на крыльце, поджег его и ушел домой. Крыльцо полыхало довольно сильно. Сгорела дверь, видеокамера, домофон и стенд с объявлениями. Огонь сильно повредил фасад. Ущерба позже насчитали на 500 тысяч рублей. Пожар потушили за 12 минут. Никто не пострадал. Золотарев тем временем вернулся домой и лег спать. Потом проснулся, отправился в отель Сити и, по собственному выражению, нахреначился там как нужно. В отеле его и задержали на следующий день. Следовательница Федотова обвинила его в терроризме. Судья Дюжая отправила Золотарева в СИЗО. По версии силовиков, он хотел устрашить население России, оказать давление на Путина с помощью крайних мер насилия и вынудить его прекратить специальную военную операцию. Еще он якобы хотел гибели сотрудников Росгвардии. С этим обвинением сам Золотарев категорически не согласен. Он не раз подчеркивал, что никому не хотел навредить. Кого-то убить – это для него катастрофа. Говоря о Путине во время допросов, Золотарев вообще не стеснялся в выражениях. Про войну в Украине вы все знаете. Для меня это просто позорище. Путин мудила, который воткнул нас во всю эту историю. Я решил, что терпеть уже никак не получается. Такие показания записала за ним следовательница Федотова. Только фразу «Путин мудила» она зацензурила, поставив в протоколе звездочку вместо буквы «У». Вскоре силовики вспомнили и о мартовском инциденте. Тогда Золотарева задержали за пьяную езду, и он грозился поджигать ведомственные здания. В его машине нашли монтировку и бензин. На этом основании следователь Межинский обвинил Золотарева в подготовке еще одного теракта, который по случайности сорвали гаишники. Сам Золотарев назвал это обвинение абсурдным. По его версии, окна в таких зданиях зарешечены особым образом, и поджечь их с помощью монтировки и бензина невозможно. Золотарева судила тройка судей из 1-го Восточного окружного военного суда. В суде он так говорил о поджоге. «В первую очередь мне нужно было совесть мою освободить, и, конечно, внимание людей привлечь, показать, что есть те, кто не согласны. А как протестовать в России и не сесть в тюрьму, я не знаю». Судьи во время процесса были на своей волне. Один спрашивал, почему Золотарев не протестовал все 8 лет, пока бомбили Донбасс. Прокурор Сухонос тоже не отставал. Напирал на то, что Золотарев смотрел на ютубе Навального, Яшина и других оппозиционеров. Суд дался ему тяжело. Ближе к концу процесса он даже отказался от адвоката, которого ему нашли правозащитники. Сказал, что все равно получит столько, сколько дадут. В июле прошлого года ему вынесли приговор. Прокуратура требовала назначить Золотареву 17 лет заключения, из них 3 в тюрьме. Суд дал еще более суровое наказание – 18 лет заключения, из них 5 в тюрьме. Обычно суды назначают меньше запрошенного срока. Сам Золотарев даже не задумывался об этом. Вот что он писал в письме из тюрьмы. Мне трудно представить ситуацию, при которой по окончании 17 или 18 лет я выйду в здравом уме и полон сил. А значит, и разницы никакой нет. Пропагандистские СМИ после задержания называли его ярым несистемным оппозиционером. И Золотарев согласен с этим описанием. В письме «Медиазоне» он сказал, что это единственная верная позиция для любого честного человека в России. По переписке он мне показался довольно застенчивым. Он говорил, что получать письма приятнее, чем отвечать, потому что стесняется своего косноязычия, которого нет. Даже выразить свои чувства от войны он предпочел не своими словами, а цитаты из Ремарка. И вот эта цитата. До какой же степени лжива и никчемна наша тысячелетняя цивилизация, если она даже не смогла предотвратить эти потоки крови? Сейчас он находится в самой северной тюрьме России, в Енисейске, Красноярский край. В тюрьмах очень суровые условия содержания. Заключенных круглосуточно держат в тесных камерах. Положены так называемые прогулки на открытом воздухе. На деле это два часа в день в крохотной бетонной коробке с решеткой наверху. Одно длительное свидание, одна бандероль, одна посылка. В год. Зато письма можно получать без ограничений. Напишите Владимиру письмо. Он будет очень рад. Вот что он сам говорил о письмах. Письма очень поддерживают, дают понять, что это не ты сошел с ума. Показывают количество единомышленников. Если вам нравится то, что мы делаем, поддержите Медиазону. Поставьте лайк этому видео, подпишитесь на канал, оформите подписку на пожертвования. Мы будем говорить о политзаключенных. Субтитры подогнал «Симон»